Поближе подсаживались, а я вас далеко вывезу. Какой-то... Хватит, не стесняйтесь. Так. Мой план на сегодня, что бы я хотел вам сегодня рассказать, это... про то, как себя в Вересах ведут различные template engine и, в принципе, как можно делать различные ответы на такие запросы и различные халперы, которые вы используете во вьюшках. Это так и так форм-теги, link-tool и прочее, которые можно тоже что-то юзал. Потому что, в принципе, у новичков есть много-много разных вопросов по этим топикам, особенно по форм-халперам. Там есть еще много таких интересных особенностей, которые я хотел бы рассказать. Ну вот. Если кто-нибудь хочет послушать что-нибудь еще, я радостью послушаю ваши эти предложения. Нет? Ну разве что, потому что банк, 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 банк. Банк, кто-либо, кто-то. Хорошо. Это я тоже расскажу. Фонд-халпера. Что знаешь, что такое RELSTEMPOINT ENGINES? То есть такая прям тема написана. Кто-нибудь призывается, что-то о чем они будут сейчас говорить? Да. Расскажи. Расскажи. Ну, мы все захожем разговаривать. Шаблоны для представления. Подобные для написания. Правильно. Разметки. Ну, введение туда рубикода. Ну, мы говорим только про HTML. Это говорил, по-моему, Денис. Правильно? Да. Вот. По-моему, про это говорил Денис. Я подстраховал себя. Спасибо, ребят. Мы про это не разговаривали. Это бывало такое. Вот. Что приходишь выше одном и том же. Вот. Но реально, как бы, у нас, помимо HTML, который уже все видели в виде там Slim, Hamo, ERB, есть много разных еще интересных вариантов ответа. Вот. Которые, в принципе, тоже прикольно было посмотреть и немножко обсуждить. Вот. Мы про это немножко поговорим с вами. Вот. В принципе, как рендерить JSON, как рендерить там CSV-шки, как рендерить какие-то там, что такое JS.ERB. Вот. Ну, и прочее, прочее, прочее. Это именно JavaScript. Вот. И после этого плавненько перейдем к форм-хелперам и различным хелперам, которые используются у нас в релизах, да, чтобы собирать различные бюджики. Вот. Пусть они будем уже написать. Давайте. Вы что-то передолгаете? Я уже готов, кстати, релизнив. Ну? Господа. Ладно, какие-то скучные. Будем писать to-do app. А мы ее писали. Ну, ты же ничего не предложил другому? Будем писать to-do app. Думаю, писать. Каждый маркаде мы ее писали. Вот. Ну, за мы будем предложить, ну, не знаю, другое что-то. Ну, я еще, пока я делаю бандл устал, ты еще можешь подумать. Вот. Давай какой-нибудь там с таблицами, чтобы все эти издать. ССВ-шки, там, что-то, 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 типа, тим-тейпл. Привет. Здорово. А to-do app тебе еще не нравится? А? А to-do app тебе еще не нравится? А to-do app тебе еще не нравится? Упадил? Окей. Женя, будем писать to-do app или не будем? To-do app будем писать? Ну, to-do. To-do app. Будем писать на трубе to-do, to-do. Голосовать. Голосовать? Нет, нету что-то, вариантов нету. Голосовать. Писать или не писать? Нет, прям писать, просто не понятно, что. Давай, какая идея у тебя есть? Евгений. Давай, будем писать... Ждать Лешу. Ждать Лешу, это идея? Ладно, короче, я понял. Вы скучные, будем писать to-do app. To-do app. Блин, сейчас. Будем вставить с гемом. Пока буду вставить с гемом, буду вам что-нибудь рассказывать. Собственно говоря, смотрите. Для различных представлений, в принципе, в рельсах обычно используется такая штука, называется Respond Tool. Почему это последняя версия? Это версии рельс, версии рельс, которые выделили. Но если что-то погуглить, то обычно это выглядит так. То есть, как бы у вас есть какой-то индекс вашего контроллера. Вот. У вас есть, по-моему, есть там, Respond Tool, который говорит, какой формат вы сейчас встречаете. И, естественно, потом вы выводите, у вас есть формат HTML или XML. Что-нибудь такое, как бы. И после этого все хорошо. Можно сказать, что много-много различных. А там автомат генерит, сколько ты скафул делаешь? Вот прикол в том, что, да, она вообще автомат генерит. Я даже не знаю, что там делать. Сейчас попробуем генерить скафул. А сейчас генерим скафул. Скафул. Руки еще не подвозят. Все хорошо. Все нормально. Вот. Root. To doze. To doze. Вот. Ну, как бы, вот наша рисовая пивашка, которая... А-а-а. Ну, давай. Которым вообще будем сложнятся. Смотрите. То есть, как бы, как правильно сказали, у нас есть контроллер, который, в принципе, уже по дефолту содержит. Вот. Respond to, да. Если они отвечают на HTML, там, в JSON и прочее, прочее, прочее. Вот. Вот если мы сейчас пойдем в консольку. Давайте видно экран. Чтобы больше сделать. Вот. И сто раз там что-то сгенерим. Давайте нам 30 раз. To do, create, text, random, ID. Какой текст на узкий не видится? Сейчас. Чтобы красиво будет. 100, 500, char, char, on. То есть, приходится, я сейчас данные на генерику, я еще не понял. Что, заработает моя штука? Ставки. Ваши ставки. Нет, не заработала. Сколько много лишнего? Нет, потому что это будет джуэль написать. Джоин. А теперь что? Can't cast array to integer. Ну, вы же понимаете, что я хочу сделать, да? И. Random. И 500. Я хочу на генерии с различных строк сделать джоин. А, я не понял. 500 много. Давайте. 50. Нормально. Не очень читаемый текст, да? А кто не помнит, где лежит тазки таблицы? Господа. А? Может, типа, наверное, надо сделать что-нибудь типа A to E. Вот так вот, да? Z to E. Как там сгенерить рандомный текст? У нас много задач. Забиться на рельсе. Это интереснее. Может быть, чат? А тут же гем, который пишет для холсей. Да, я знаю, что есть гем для этого. Но гем это неинтересно, но это фейкер. Может быть, даже он у меня сейчас есть? Написать исходный массив всех символов, это не вариант. Исходный массив всех символов? Как? Как? Как вы хотите взять ASCII символ? Ты веришь, что вообще-то без ASCII используется. Нет. Надо ИЧТОСИМ пройтись, и тогда в каждой интеракции можно ASCII код получиться по символу. ИЧТОСИМ это на почем пройтись? Ну, по интеракторам ИЧТОСИМбол, что-то такое. И блок передать. ИЧТОСИМбол. ИЧТОСИМ, наверное, тут спали. Вот тут есть ОРТ. ОРТ. Что такое ОРТ? Мне нравится ОРТ. О, вот ОРТ тоже нужно, смотрите. Не верю, что это сделает, но выглядит прикольно. Ща, мы сейчас их запилим, всё. То есть, если мы делаем... ОРТ. И ЗТОРТ. Вот, смотрите, что нужно. Видите? Красота. Вот, осталось только ещё 30 раз повторить. ДУК РЕЙТТЕКСТ. Так, здесь всё ОК. Джоин, Джоин. ОК. ОК. Отлично. У нас есть наш ТОДУЛИСТ. Красота. Вот, прикол в том, что как бы этот ТОДУЛИСТ у нас, по-моему, сразу из коробки, если я не ошибаюсь, доступен как JSON, да? То есть, если вы зайдёте на todos.json, вот, вы получите todos.json, вы получите своё представление этого... Интересно, что вот это такое. О, он прикольный, даже сразу в Европе свой. В ТОДУСУЧИЗОН получится своё представление своих моделей в JSON. Вот. Это сделано только потому, что как бы рельсы здесь поддерживают. Сейчас скажу. Или у них здесь есть уюшечка, что очень, наверное... Да. Видите, у вас есть такая штука, называется... Интег.json.json.bill. Вот. Живбилд... Как бы работает в нашем случае рельсы? Рельсы, к ним приходит запрос. На ТОДУКонтроллер. И вы видите, в этом запросе, что у вас формат здесь, это JSON. Вот. После этого он динит такие, типа, ОК. Ну, вы видите, что в индексе у нас, в принципе, нет respond2, там, такая вот штука. То есть, рельсы, они как бы довольно умные. И вообще, рельсы сами все очень догадливые. То есть, чересчур догадливые. Вот. Они понимают, что, ага, у нас как бы здесь ничего нет, которое бы перенаправляло нас там куда-нибудь, да? Но при этом в папочке вюшек по соглашению лежит индекс JSON. Вот. Значит, скорее всего, нам эту вюшку надо отрендерить. И они просто берут её в рендере. Вот. Как это, допустим, сломать? То есть, мы можем спокойно написать здесь respond2.do формат. Сказать, что вот когда у нас приходит JSON, то мы будем рендерить JSON, там, не знаю, что, 1, наверное. Ну, сейчас на формат, что мы это ставим тоже. Вот тогда, когда мы будем заходить сюда на JSON, тут всё хорошо. А тут у нас будет рендерить 1. Таким образом, мы перепределили на то, что мы будем рендерить, короче, вот в этом плане. Вот, на самом деле, рельсам, мне кажется, глупо передом, что рендерить, вы можете рендерить текст, там, какими-то непонятными кракозябрами. Вот. Сейчас скажу. Ну, как потому, что это не очень валидный JSON, я сейчас написал, да? Поэтому он нам его отдаст. Вот. То есть, как бы, им абсолютно без разницы, что вы рендерите, да? И он, как бы, он пришёл, смотрел, что у меня тут JSON, да? Хорошо, значит, я там мячу заматил JSON, что-то ему отдал, всё, до свидания. Мне абсолютно не важно. Но вы сами понимаете, что если вы на JSON выдаете невалидный JSON, то, скорее всего, ваша дева немножко плохи. Вот. Какие у нас вообще есть интересные варианты с генерацией JSON? Я недавно вообще догонялся на эту тему очень сильно, потому, ну, то есть, как генерить JSON-чик, интересно. Вот. Вот из коробки по дефолту вам предлагает JBuilder. JBuilder, в принципе, довольно прикольная штука, как бы. Но, ну, типа, не самая быстрая. Вообще, самая быстрая штука, которая вот генерит JSON, это такой метод есть. ToDoSAsJSON. Вот. Он, на самом деле, по-моему, где-то там связан с ActiveSeriesLizer. Я сейчас ими JSON удалю, чтобы я вас не обманываю. Вот. Эта штука, она прям встроена в рельсе. Вот. И прямо то, что она делает, вам отдаёт строку. То есть, вы можете прямо здесь написать ToDo. Ол точка. Там есть ToJSON. А здесь ещё. Ну, это такой Escaping. А ещё есть Escaping. Это такой не Escaping. Это штука. Да, по-моему, это не Escaping. Это строка. А, нет. Это всё правильно. Она возвращает здесь хэши. А это возвращает вообще даже строку. ToJSON строку. А это хэши. Вот. Чисто экспериментально было установлено, что это один из самых быстрых способов генерить JSON на рублях, чтобы вы знали. Но, опять же, этот вариант не очень хорош, с тем, что у вас здесь очень много различных. Часто в JSON нужно сделать что-нибудь эдакое. Ну, что-нибудь вот эдакое. Там, не знаю. Вот это вот поле Name. К нему нужно добавить троечку. Короче, а здесь что-нибудь ещё такое. Ну, не знаю. Не троечку. Вот. А там валюту нужно будет переводить в другое время. А символные штуки будут делать округление. Это не очень не классно, потому что, ну, с JSON, как бы он работает, это немножко странновато. Ну, как бы всё такое. Поэтому, в принципе, часто люди используют какие-то вот билдеры, типа JBuilder и далее. В целом, самый быстрый вариант, который... Ну, в смысле, быстрый не в плане быстродействия, а быстрый в плане, как быстренько поставить JSON, это Rabo. Вот. Если мы сейчас поставим этот гемочек, сейчас прям поставим, как я буду рассказывать, JBuilder, Rabo. Он самый медленный из всех, которые я вам сейчас расскажу, но самый быстрый в плане The Realme. То есть, там вообще даже думать не надо, что у меня даже есть Rabo. То есть, грубо говоря, не очень приятная пишка, вы говорите, что у меня есть... Где-то штука. Вот, вы говорите, у меня есть какая-нибудь коллекция, вот, и потом после коллекции, говорите, у меня там есть, там, такие атрибуты. Ну, в нашем случае, если мы хотели бы создать Rabo вьюшку, Rabo на темпу, я вам уже говорил, да? То мы бы сделали что-то типа, а-ля, там, collection.toos.retributes.id.text. Вот. Ну, то есть, именно под описание кода Rabo очень быстро и отдаст вам ничего. Ничего, потому что я серверах не перезагрузил. Вот. Ну, как бы, вот. То есть, в принципе, как бы, если вы хотите добиться быстроты в плане какой-то динамичности, в плане чего-то там, ну, то есть, как бы, здесь, чтобы создать новое поле, вы пишете нод, там, full и передаете, там, timezone.now. Вот. И, то есть, как бы, это раз, и все, я уже готова, и у вас все работает. Также стоит упомянуть, как бы, если мы говорим про JSON, то один из самых быстрых и самых динамичных способов, это ActiveModelSerializer. Вот. Если верить различным блокпостом, это примерно в три раза быстрее, чем... Чем... Там в два-три раза быстрее, чем Ramos, как я помню. Вот. Они уже, по-моему, вмержены в рельсы. Вот. Ну, грубо говоря, там нужно создавать... Там нужно создавать такой вот, типа, а-ля, Serializer, который наследует ActiveModelSerializer. Вот. Причем имя класса у него будет такое. И там будет много-много разных штук делать. Он очень такой, типа, активный и так далее. И не будучи про него рассказывать, потому что мне очень много можно рассказывать, всякие там кэширования и прочее, прочее. Просто запомните. Вот. Итак, если мы говорим про то, что у нас есть такой вот интересный урок, да, то есть то, что мы делаем вот такие штуки, у нас еще есть различные другие варианты ответа, там различные. Не только у нас G-SAM можно рендерить, у нас можно рендерить CSV и JavaScript, да. Вот. В общем, в виде запомните, что, в принципе, все, что рельсы делают, то им, ну, они рендерят текст. Для них это все одинаково. Поэтому, если вы напишите, что... Ну, кто-нибудь еще может сталкиваться, есть такие, там часто кто-нибудь читаю блоги, там обычно есть respond to doformat. Doformat. И там есть что-нибудь типа format.js. То есть так, с каким форматом? Что делают? Ну, рендерит. Вот JS, там, REST. Ну, кроме того, он тоже, он просто берет там шабон, рендерит, там, и G-S. Ну, как бы, G-S входит. А он отдается, но клиент там выполняется. Да. Видите, это прикольно, что вам кажется, что типа я DOOS.js не очень классная штука. Ну, если мы прям сделаем это как скрипт. Скрипт, наверное, то он даже это зарендерит. То есть, в принципе, можете... Прикольно. Если я знаю, что я сделаю. Я знаю, что я делаю. Можно это как-то не соотличить? Чуваки, я знаю, что... Ну, платно. Ну, если это была какая-то ссылочка, типа, куда пойти, что сделаю. Там где-то прописывается же в реальность. Одна или продача. Да, есть такая тема. Это где-то, короче, application. Я понял. Я почему-то подумал, что это Chrome. Вот. Это вот здесь. Да. Вот. Ну, короче... Это не очень работает, потому что он и Андрей Текст. Вообще, очень популярная тема раньше была. Сейчас, может быть, даже в многих гайдах эта штука осталась. Например, такая. У вас, допустим, есть какая-то кнопочка. Ну, допустим, там... make me happy. Вот. Которая... Я вот не понял, сработает это или нет. Наверное, сработает. To do's... Сейчас. Какой-то у нас там работал? To do's. Это же будет. To do's. To do's pass. Вот. To do's pass. Вот. И... Можно ему прописать remote true. Да? Там идет только я такую штуку. Вот. Тогда, короче, когда вы нажимаете эту ссылочку... Я хочу. Все. Остань от меня. Хочу. Я знаю, что я делаю. Так. Разобьем. Она посылала вам аяк-запрос. О. Рекольно. До сих пор работает. Вот. Ну, грубо говоря, видите, вы сейчас нажали на кнопочку remote. Как эта магия делается, вам пока я не рассказывать не буду. Но, грубо говоря, она посылает вам прям javascript запрос. То есть, страница не перезагрузилась здесь? Что-то все еще грузится в какой-то херне. Вот. После этого вам приходилось аяк-запрос. Мы говорили, окей. У меня есть здесь JS. Да? Ну, вообще, у меня тут есть два. Типа формат JS и формат HTML. И потом вы делали что-то типа а-ля index.js.erb. Ну, я помню, если там писали alert123. Прямо вот так вот уже писали. Вот. Интересно, если вы сейчас так перезагрузите, made me happy будет им говорить 123. Вот. Кто из этой истории объяснит, что вообще происходит? Хотя чем это вообще не нужно? Ну, то есть, я сейчас вот нажимаю, такой 1, 2, 3. Крутяк. 1, 2, 3. Часто раньше такой подход был очень интересен и известен. То есть, типа, мы посылаем что-то там, а возвращаемся обратно что-то там. В плане, что ты передаешь по странице? Не только по из-за узкой страницы. Как бы мы посылаем JavaScript-запрос. Это, на самом деле, тот самый React-запрос, да? Вот. И обратно мы посылаем к этому кусочке, там, что-то там, вот прям выполняемого. Вот. Зачем как бы это вообще было необходимо и нужно? Кто-нибудь, может, прикинет на пальцы? Ну, что, например, если мы... Ну, вот, тот же интернет-магазин, если мы добавляем товар в корзину, чтобы просто не перезагружать полностью страницу, мы просто какие-то элементы отдельно перезагружаем, там, например, каркантер на корзине или просто айтем на корзине, мы просто перезагрузим. Ну, понятно, да. Нет, ты правильно что говоришь, это, на самом деле, так работает, как запрос. То есть, грубо говоря, это нужно только для того, чтобы ты при, там, какой-то нажатии на какую-то ссылку, да, ты получил свой... То есть, ты не перезагрузил всю страницу, ты какую-то маленькую часть и все сделал. Вот. Но я сейчас говорю более о том, что вот мы сейчас посылаем на сервак какой-то запрос и обратно даем JavaScript. Вообще, никого не смущает то, что мы с сервака и отдаем обратно кусочек JavaScript. Ну, то есть, меня это все время смущало всю мою жизнь, когда я это делал. Я это делал год, раньше это было очень модно. То есть, типа, мы посылаем на сервак запрос, даем кусочек JavaScript, JavaScript, какой-то кусочек HTML, и вам вот такие, типа, о, грубо говоря, делай. Вот. Но реально это было... Ну, смотрите, банальный пример, да? Как это вообще работает? Ну, то есть, я вам примерно объясню, почему это вообще нужно было и зачем это делалось. У нас есть какой-нибудь, там, допустим, role.html Что у нас там? ERB? ERB. Вот. То есть, когда вы рендерите свой, допустим, HTML, да, вы берете... Вот здесь вот, иферируетесь, что-то рендерите, да? Ну, в принципе, вот эту вот штуку, так, до нашей цели можно вынести такой partial под названием role и здесь рендерить, здесь сделать render partial role locals to do to do Вот. Ни хера не работает. Потому что... Потому что... Не знаю, почему он символ не съел. Это да. Хоп. Все. То есть, ну, как бы, в принципе, все понятно, да? Честно, конечно, там была такая очень странная хердать, типа, рендерим по шоу role 300 раз. Вот. Ну, ладно. И смотрите, у нас такая теперь интересная штука есть. Мы теперь говорим... А давайте-ка мы вот такие... Как это можно сказать? Давайте мы теперь вот возьмем здесь сверху какую-нибудь формочку, тоже такую ссылочку, чтобы так совсем все просто было. Да? И будем говорить add to do. Вот. И у нас есть там запрос на сервак, который посылает наш пост-запрос to do create, да? Если бы не ловить человек... Я вообще не то, что хотел рассказывать, по-моему, я рассказываю другое. Вот. Ну, грубо говоря, мы будем говорить to do.spas. To do. У нас будет какой-нибудь там текст. 1, 2, 3. Метод post. remote to. Как же это должно сработать, честно говоря? Сейчас. Давайте. Эксперимент. Оп. И посылался запрос в пост. Через жалостки вставил душку. Да, все отлично. Почему-то get еще посылся. Я знаю, почему посылся get. А, ну там на Интеректе. Смотрите. То есть, грубо говоря, мы сейчас... Все понимают, что происходит, что делать этот нажатик на эту ссылку, да? Ребята? Не все, да? Смотрите, по очереди. To do.spas. Это ссылка, куда мы будем посылать наш запрос. Все понятно, да? То, что какие-то параметры to do, это параметры, которые придут вам на таком пите. То есть, видите, пучки параметры. To do.txt.1.3. Да? Метод post. Это вообще немножко хак. На самом деле, ссылки так и работать не должны. Ну, ссылки не делают пост запроса, в принципе. Потому что, ну, наши ссылки делают. Это же рельс. У них все можно. Вот. Типа, ну, то, что мы будем посылать пост запрос, и remote true, это будет посылать аяк запрос. Как это делается, хер с ним. Написнять не буду, просто нам посылать аяк запрос. Таким образом, нам приходит... Здесь JavaScript такой модный, молодежный, стильный. Вот. И мы прямо, видите, вставляем какую-нибудь херню с текстом 1, 2, 3 и так далее. Вот. При этом, смотрите, весь прикол в чем? Прикол в том, что мы можем здесь, вот нашим create, где create, добавить нашу такую интересную штуку под названием form.format.js. Ну, то, что она сейчас не работает, да? Сделать что-то типа, вот, create, js, erb. Вот. И здесь говорит, то, вот, alert. Там. Alert. Давайте для простоты сделаем что-нибудь типа to-do id. Сейчас у нас будет какая-то куча пустых тудушек. Здесь внизу, наверное, да? А нет, 1, 2, 3 тудушек. Мне не нравится, что это крутится. Ну, ладно. Тогда сейчас, когда мы будем задавать новое ID, оно будет отвечать нам JavaScript и отдавать однишник этого. Ну, так, просто по плану, да? Видите, 32, 33, 34 и так далее. Вот. Зачем это нужно сделать? Смотрите, можно сделать очень такую интересную штуку. Грубо говоря, мы можем здесь не ID делать, да? Ну, отдавать однишник. Прямо рендерить целый partial. Можно сказать, rental partial row locals to do. Ну, то, что я там вот писал в вьюшке, да? Помните? Таким образом, наш кусочек HTML будет нам возвращаться в нашем JavaScript-запросе. Сейчас посмотрим. Будет. Эй, вернись. Не хочет. Я что-то не сделал, я что-то не сделал, не твой, не плохой. А, там помнишь, какая магическая штука называется G. Паршал, это передача паршал каких-то локальных переменных. То есть, у тебя есть, допустим, здесь паршал ролл, у тебя здесь примерно to do. Вот, вот ты, тупо, когда перейдёшь на переменную to do, это вот, типа, имя это переменную, которое здесь, а это, типа, тот объект, в котором вместо этого ты делаешь это. Который туда перейдёшь? Да, да. Да, всё правильно. Это просто ключ, это как имя его. Ну, грубо говоря, он посмотрит, что у тебя есть такое вот имя, и просто замачивает его, ну, здесь. Он устойчив, да? Вот этот вот? Нет, это уже созданный наш to do. Мы что-то create создаём, вот здесь. Вот здесь у нас создан наш to do create. Вот последовательно, если ты создал, потом... О, смотри. Create. А, это всё вот в этом create у тебя и JS от Эмериса, да? Ты понимаешь, ты спешил запрос, да? Ты создал новый to do с новыми параметрами, сохранил его. У тебя ты отренерился в формат JS, ты пошёл сюда, вот, пришёл сюда, отренерил. Сейчас он хранится в to do без ванния параметра. Нет, сейчас вообще нигде не хранится. Это просто кусочек. А, to do это ключ, всё? Да, это ключ. Всё. Это просто ключ, это символ. Вот, и потом как бы он по ключу найдёт это значение. Кажется, если ты срендришь в partial, то тебе передаст to do туда, в partial. Да, да, всё правильно. У нас to do partial, всё будет так работать. Ну, он такой, он так сложен для понимания, да? Я сейчас приду, приду, куда приду. Видите, что нам вернулось? Нам вернулся... Блин, я не могу это увеличить, честно говоря. Я могу это увеличить. Это же маг, я всё могу. Вот. Но нам вернулся кусочек HTML. То есть, я, грубо говоря, вам сейчас отдал кусочек HTML. Вот, в общем, заметьте, да? Это кусочек HTML, который... Ух ты. Может, ты глухо к девушке хорошо разглядываешь? Так, что тут у тебя? Вот. То есть, мало того, что он вернулся, нам ещё в alert с ним выдавался, чтобы, короче, типа, ну, то есть, он сделал нам alert жёсткий, то и так далее. Вот. А если вы вообще этот, jQuery Ninja, вот, или кто-нибудь там из них... Блин, у меня один работает, не работает. Я один jQuery Ninja. То вообще, как бы раньше постоянно делали так. Вы убрали свой table, говорили... Тейбл, там у вас такой табоди есть, наверное. Табоди, наверное. Говорили prepend что-нибудь. Сейчас вам покажу, что это будет работать. То есть, вы говорили that to do, и вам так составляло. Ну, если ты прямо совсем смотреть, да, то... Так что, ну, в принципе... Давайте сделаем текст какой-нибудь... TimeZone. То есть, поставить Marshall, да, перед? Да. Да, да. Типа, говоря, то есть, вы... Мы можем сделать наклад. Вот. То есть, понимаете, как это всё работает? Это очень странно работает. Таким образом вы, типа, шарите свой html, эти вот паршалы, вот. Как бы, можете их рендерить сервером и отдавать аяк запросам. То есть, ответ на запрос, типа, вставь мне, пожалуйста, в этот кусочек страницы, в эту штуку. Реально, подход очень дебильный, потому что почему-то на серваке вы знаете, что у вас будет там такой CSS-серектор, куда вам нужно ставить. Вот. Сейчас немножко всё изменилось. Сейчас ты, на самом деле, даёшь JSON, как бы, ну, то есть, сервака. Ну, потому что это очень просто. JSON реально речь просто. А уже каким образом, куда там что вставлять, ты уже обычно решаешь в JavaScript-сет. В JavaScript-сет ты собраешь, ну, говоришь, вот у меня там теперь мой TR, там, ставь его сюда, там, что-то такое. Вот. Но раньше было модно вот так. На многих гайдах, уверен, до сих пор осталось такое вот решение, когда ты что-нибудь там на AJAX-ответ отдаёшь JavaScript, который тебе что-нибудь куда-нибудь вставляет из страницы. Вот. Ну, вот, именно идею поняли, да? А то есть какая магия, можно вставлять всё прям вот так. Это ли не чудо? Вообще работают. Часы. И даже не с страницами переезжают. То есть, она почему всё время грузится, не могу понять почему. На каком-нибудь AJAX, AJAX куда-нибудь с CD она грузит. Ну, ладно. Блин, тебе даже не знаю, что дальше рассказывать, честно говоря. Не туда зашёл. Ну, ладно, давайте вернёмся к нашим форм-хелоперам. Кто-нибудь понял, что я тут вообще разговаривал и рассказал интересного? Внимите руку, кто понял. Кто понял наполовину? Кто понял на ноль? Опускаться вообще. Нет, я просто надеялся, что я поделал 20 минут жизни не зря. Давайте всё-таки вернёмся к нашим форм-формам. Это всё очень сложно. Так, давайте начнём с нью. Это пока уберём, потому что это страшно. Смотрите. Кто вообще работал с html-формами? Обычными? Самыми обычными. Все. Все уже, наверное. Все уже работали с html-формами. А зачем вообще формы сделаны, например, понимаете? Чтобы возвращать значения на сервер. Ну, грубые, да. По словам, зачем значения на сервер. Да. То есть, в принципе, если мы смотрим на обычную ноль-форму, то у нас есть... Блин, есть такая классная штука, не помню, как она работает. Типа-ля... Фронтум? Нет. Форм? Нет. Это сенхозинг. Я просто не помню, как он работает. Ctrl-Y, фронтум, сгибая. Да. Мне показано, но я бы не показал, как это делал. То есть, если ты просто с чапом завершил, а на череда пригласил, а на сервер. Скобочка. Нет, я не помню, как это... Ну, вообще, больше, больше. Это как-то чай, но ты приглашаешь точку. Класс. Ну, с классом. Нет, я понимаю, что это работает. Я не помню, как переводить в Штилл, или это потом дальше. Да, да, да. Да, там Ctrl-Y плюс запятая. Ctrl-Y. Собайный, там точно. Да, сноу. Собайный. Ну, до Компакет. Толь же. Нет. Нет, бацаны, что ты меня обманываешь. Сжимаешь, а потом просто нажимаешь. Сейчас. Как это же такое называлось? Зен. Ну, там ЦНД какой-нибудь будет. Нет, это Зен Козинг Вим называется. А, я вам это переопределял, слушай. Во. К.Е. Это что? К.Е. Нет, не там. Что это такое? Это... Запятую. Ну, надо хоть Вим приезжать. Что такое? Что это значит? Я вот что-то не могу. Что мне надо нажать вам? Объясни мне. Я забыл просто. Ну, в ЦЕ там, тебе что-то признано, а потом запятую. Вымпад. Вымпад. Почему выпадет? Ну, вымпад же, ну, просто вымпад. О, ну, напишет в ЦЕ. Это было лирическое вступление. Я буду писать руками. Вот. Грубо говоря, форма действительно создана для того, чтобы передавать кеймы штуки на сервер, да? Если мы напишем здесь вот наш, наш экшен. И что у нас там есть обычно? Input Type Submit. 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 Вмп. 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 1, 2, 3. Вот. Это такая самая простейшая форма, которую можно было создать за пару секунд. Единственное, что я одну штуку сломал, очень интересно. Нет, не сломал. Все хорошо. Вот. Тогда мы, если мы пойдем на наш, наш new to do, вот здесь, то у нас есть какая кнопочка Submit, которая ничего не делает, грубо говоря. Вот. Если мы что-нибудь сейчас нажмем, то она Submit нам. Вот. Нет. Я потерялся. Я потерялся. Вот, секундочку. Ща. Она должна посылать нам пост-запрос на нашу, на нашу штуку. Че-то она такое не посылала. Пусть запрос. Кому скучно, он зашел в Skype, я слышал. Спалили. Он почему-то посылает гет-запрос, что для меня очень странно. Ну, покажи явно. А? Кажи явно. Да, я тоже об этом думаю, что как-то... Может, потому что там экшен ему не... Давай на... Обыц-запрос я ему напишу. Вкусный майонез. А, стоп. Щас. Давай. Шли. О, хорош. Ошибка, это хорошо. Но он считает, что почему-то посылает все еще гет-запрос. Для меня это загарка. Вообще, по-дефолту нужно посылать пост-запрос. Но... Узнай метод. Да, я понимаю. Вообще, по-дефолту должен быть пост-запрос. Вот. 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 Тогда, как видите, что он говорит нам, что типа... Дорогой друг, я посылал пост-запрос на АПЦ, ничего не найдено. Давай, до свидания, не извини. Вот. В самом деле, если мы найдем кого-нибудь, если мы пошлем запрос на наш to-dos, который у нас все-таки есть, да, и мы пытаемся что-то сделать, вот, то он вообще скажет нам вот такую интересную ошибку. Кто-нибудь знает, что это такое? Ну, это механизм для этого, да, правильно. А зачем? Ну, от сеть виденец. Нет, на самом деле, все просто. Так, есть такая штука, называется Cross... К CSRF атаки, это Cross-Site... Что-то там. Что-то там. Я уже забыл в аббревиацию. Грубо говоря, в принципе, люди могут пробовать отправлять на ваш сайт, и как бы какие-нибудь там зловредные JavaScript-3, вот, могут пытаться отправлять на ваш сайт какую-нибудь там форму, да, сабмитить. Ну, что-то типа, да, там, знаешь, если у вас какой-нибудь там есть на сайте слэш, там, юзер слэш, там, не знаю, заплати денег в вася, там, точка JSON, вот. Вот, и если вы, как бы, отправитесь на этот запрос, то вы заплатите все деньги вася, да. Таким образом, вот, если, какому-нибудь там, не знаю, зараженный сайт, он такой, типа, ок, чувак зашел, у него есть такие куки, там, на этот сайте. Сабмитит тебе формулу, то есть, естественно, как бы, так и для тебя, в принципе, все хорошо, то ты, в принципе, можешь посылать пост-запрос в этой форме, и таким образом, как бы, ты неосознанно выполнишь какое-то действие на серваке. Вот, ну, потому что люди могут так сделать, что-то, вот. Для чего, для чего в рельсах по дефонту есть механизм, называется Authenticity Token, который, в принципе, на каждый ваш запрос впиливает какой-то ценный токен. Если вы, в принципе, видите, эту срочку за коммити, да, вот здесь вот, проектовал Forgery, вот, это вот как раз та самая CSRF атака, то сейчас мы, сейчас мы просто когда придем, сабмитим, то у нас просто другая ошибка, это другая ошибка, которая, по-другому, что мы дошли до нашего экшена. Все хорошо. Это не то, что там, совсем ошибка. Вот. Поэтому, в принципе, по дефолту, почему, наверное, как минимум нужно начинать с того, чтобы писать форм теги, в рельсах, это вот так вот, форм тег, do, вот. И тут у нас будет end. Просто я, честно, наверное, про это забываю. Часто, короче, пишу там какой-нибудь код, ну и пишу там форм, то есть я же... То есть, про тег в панели просто html на форму, если написать, как обычно, html, она не сработает? Да, да, она не сработает. Вот просто потому, что у тебя по дефолту не вставляется... Я там забыл, наверное, ровно написать, да? Ровно. Вот, таким образом, если вы посмотрите на эту форму поближе, да? Вот, то увидите, что, во-первых, у вас тут метод пост, всякие там... Вот, и вы видите такую интересную штуку, и тут есть такой deep, скрытый, в нем, дисплейнан, написок. В нем есть то, что он вам отсылает utf-8. В общем, все херня, и главная штука, это authenticity token. Это тот токен, который, когда вы придете на сервак с вашим запросом, он проверит, что, ага, все-таки это вы. Это не какой-то там злово-вредный JavaScript, который вам субмитовал вашу форму. Хажет, окей, чувак, молодец, давай. В принципе, сейчас мы сделаем то же самое. Субмит, да, то мы там... Мы почему-то не пойдем туда, потому что я не указал, куда надо идти. Вот, вот, я там... Все будет хорошо. Поэтому, как минимум, если вы зовете какую-то форму, вам, в принципе, вынуждены написать какие-то вот такие штуки. Вот, но... На этом все-таки все только начинается. После этого в грейцах есть интересные соглашения. Вообще не в грейцах, наверное, очень многих языков программирования. Есть соглашения, как, в принципе, передавать различные параметры, да. Все довольно просто. Если вы, допустим, используете какой-то простейший там текстовый input, да. TypeText. Вот, и там пишется в нем какой-нибудь... Ну, покер. Вот, вам, на самом деле, обычно нужно имя. Вот, допустим, какой-нибудь там... Парам. Вот, тогда таким образом вы... Это тоже, по-моему, по старинке, потому что нельзя делать. Вот. Таким образом, у вас в форме появляется влогой-то ваше текстовое поле, да. Input. И... С этим именем парамс. Почему парамс? Парамс. Ну, вот. Вот. Когда вы делаете submit, оно вам передает его как параметр. Так, вот видите. Вот пришел парамс 1, 2, 3. Кто-нибудь еще раз знает разницу между передачей параметров вот так, пост-запросом, ген-запросом? Ну, пост-запросом они будут подражаться в урле. Окей. А разница? Разница? Почему? Чем? Нельзя подставить, значит, как обычно. Ну, например, ты email, логин свой будешь. Вот так. Нет, все довольно интересно. По старту ген-запросы передают все свои параметры в урле, как правильно сказали, а пост-запросы они передают в боди. Ну, то есть, грубо говоря, в вот там будет там html-пакетик, да, его там прямо будет в боди, такая параметра под всех параметров. В чем прикол? Прикол в том, что по стандарту, точнее, по RFC-шке, по-моему, максимальная длина URL-запроса всего лишь 2007-го, по-моему. А, что? Да. То есть, грубо говоря, если вы сейчас вот возьмете, сделаете здесь метод, метод get, здесь поставить в текстовое поле по-моему, value. Вообще, он такой, упанил хорошо. Что такое упанусь там? Рей, нью, 3000. Ну, что-нибудь типа такого. 2, с, ну, я как-то вот что-то все несложно все делаю, ты заметил. Так, это что я? Э, давай мы туда, ну, короче, видите, очень большой полюс, очень, очень большой полюс. Вот, если вы сейчас пытаетесь питать это get запросом, потому что я сделал, то будет такая вот, такое письмо счастья. request you write too large, свидание. Вот, но прикол в том, что если вы это передадите в пост запросе, я боюсь, что у меня сейчас логи будут, допустим, до этого. Вот, если вы придете в пост запросе, то все будет хорошо передастся, правда, логи лучше не смотреть, а нет, нормально. В этом есть что-то такое. Вот, это как бы все передастся. Он показал, бедреквест, не знаю, почему бедреквест, ну, неважно. Вот, также в принципе в грейцах есть такое интересное соглашение, что если вы хотите передавать какие-то там параметры, которые внизу, то есть, типа скопы, да, то вы должны их оборачивать в такие штуки. Допустим, если вы хотите передавать какие-то, допустим, там, что у нас там, todo, и в нем передавать текст, да, вот, то вы должны, то есть, если хотите, чтобы вам пришел параметр типа todo, там, текст, то вы должны делать вот так, todo, текст. Вот, таким образом, как бы, при садмите сейчас, наверное, вам прям даже создастся такая штука, видите, todo, текст. Ну, потому что я правильно передал параметры, наши случаи, пришли такие вот, давайте уменьшим это хотя бы до 30. еще раз демонстрацию, submit, вот, правильно передал параметры, я передал to do text и все такое. Вот, обычно, если вы хотите передать какой-то массив с чего-то там, да, то вы делаете что-то типа а-ля, что у нас есть какой-то array, вот, у вас есть массивчик чего-нибудь, и вы говорите, у меня там есть 1, там, 2, 3, 2, 3. Вот, таким образом, когда вы так делаете, то рельсы, когда к вам рельсы придут, они подскажут ого, прикольно, вот я вам передал, передал массивчик, и он у нас так собрался прямо в массивчик, там все красиво, вот, также, в принципе, также можно передавать хэш, ну, в принципе, хэш, понятно, это будет то же самое уже, да, это abc, и вам вместо пассивчика идет хэш, ну, как бы там уже так далее, да, то есть уже ниже, ниже, тихая херня, вот, вам пришел хэш, a1, b2, c3, вот, в принципе, это одно из основных вещей, основных, конечно, это не одно из основных, но одно из самых главных точно, понимание, как вообще ваша стомится форма, как вам приходят параметры от формы на сервер, как сервер эти параметры преобразует и понимает, да, все очень просто, правило, то есть все, если вам нужно хоть ниже оборачиваться в такие штуки, нужно массивчик, пустой массивчик и так далее, вот, теперь давайте дальше, все поняли часть, да, вроде ничего сложного, господа, писяжные заседатели, у меня осталось 27% батарейки, вот, поэтому, я буду сейчас быстро, а может, какой-то и зарядка, у нас есть люди с маком, нет, зарядки, я пасю, у вас батарейка, вы сами понимаете, в принципе, есть еще много еще интересных, в принципе, в принципе, еще интересных, в принципе, в принципе, как бы основной из них, который вы уже точно видели, это так называемый text, text field тег, вот, которым, по-моему, надо передавать, что-то типа, или имя поля, скажу, надо будет передавать имя поля, парам, ну, то-ду, там, какое-то значение, и, что, а, и все, какие-то параметры, вот, ну, таким образом, это, в принципе, то же самое, что вы делаете свои текстовые штуки руками, только, вот, видите, получается, они, вы передали сюда имя поля и значение, и оно вам сразу генерировало уже input с айдишником, input с именем, текст, что-то текст уже value поставило, прям вообще красота, да, вот, по аналогии есть много разных других штук, есть, допустим, какой-нибудь checkbox tag, вот, который, естественно, сделает check, checkbox check, я ошибся, да, checkbox tag, вот так вот, checkbox tag, который, в принципе, тоже, вот, он сделает checkbox, поставит ему ID, имя, там, тем, и так далее, в принципе, в принципе, как бы, основной полезности этих helper в чем, в том, что они сразу вам генерят ID и имя, ну, как бы, не знаю, прикольно или нет, вот, как бы, и у них есть разные, обычно прикольные штуки, типа, там, поля и так далее, ну, в смысле, различные опции, если посмотреть даже на том, этот текст, field tag, в документации по рельсам, да, то, вы увидите, что у него здесь есть куча всяких херни, как он, как он, как он, когда он, когда он, 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 еще другая херня, там, какие-то, он, есть различные рекомендации, как-то, это ставить, ну, грубо говоря, они очень простые, в принципе, можно их вязать, можно писать простой HTML, тут на вашем осмотрении, вот, вообще, как бы, есть, в принципе, на каждой тип поля у вас свой helper, это паспорды, хиддены, search field, data, date time, тут есть прям такие же, здесь вот там, есть date time, local field, ну, ты не видел? Два, они такие забавные, вот, я вообще-то помню, я все время удивлялся, а, это же прям какой-то аяксовый, и что это, о, смотрите, какой прикольный, это же не сахвальный, это же Chrome, они одинаковые, а есть, а может, это HTML5, наверное, да? Да. Date time local. Ну, это не то, он должен быть, отвариваться, полетать. Отвалиться, это же клави, подожди. Не, это HTML5. Уже есть такие? Да, подожди, а есть такой, подожди, есть интересный такой, вспомни, date field, наверное, это date field. Он меня все время очень впечатлял, он такой, забавный, о, наверное, он точно вспомнил. Нет. Да. Нет, это не так. Spray's Miss, Spray's Miss, я вообще не знаю. Подожди, там есть такой, очень крутой, крутой, он, короче, не, это прикольно, я понимаю, но есть, есть старый, такой, хардовый такой, как же он называется? сейчас, секундочку. Он, он, типа, какой-то, он, короче, три текстбокса такие себе вываливают, точнее, три селекбокса, ты когда-то еще там их выбираешь, как ищет жуткое, а может, уже такого и нет. Сейчас. Выбираешь, если кто-нибудь? Нет, там такие три селекбокса, там, типа, в одном месяц выбираешь, в другом выбираешь. Может, это, как бы, уже стал этот, но раньше был. Блин, наверное, мы поменяли, ребят, да. Стой, а где хардовые раньше такие, прям? Походу в новых рейсах нет, в старых, в рейсах, этот дейселек, он тебе вывалил три таких селекбокса, в одном нужно было выбирать, было месяц, в другом день, в третьем год, поэтому ты спокойно мог выбрать 31 февраля, потому что никак с другом не связан, либо, ну, как бы, вот. И они еще такие, они еще параметры предывали, еще в таком странном формате, типа, там, 1 и равно 5, там, что 2, такой, блин, чуваки, что вы вообще курили, когда это разрабатывали, просто. Вот, ну, вот видите, уже приятно, уже, что L5 шагает по миру, можно прям так аж красиво выбирать. Ну, эта штука нельзя работать еще до сих пор. Ну, логично, что нет. Firefox, точно не игра. Вот, давайте посмотрим Firefox. Он, у меня там какая-то, правда, да? Можно, конечно, передать, да, видите, вот отстоя, вот раньше можно было. Ну, конечно, сидел всю ночь, зажитал кнопку, обновлял. Вот сейчас он, между прочим, начал обновляться. Э, пацаны, а как это убрать? Убей, умри. Ты вот как на Карково, подожди. Я не хочу, чтобы у меня Firefox обновлялся. Ну, что такое классное, типа, еще даже не спросил. Погнали. В общем, ты меня извини, что-то закончится. Это вот там, дальше, в паузитории, все претензии. Firefox обновлялся. Отдайте мне мои 35 мегабайт. Я не тебе обратно помыл их. Скажут, держи. Да, в принципе, еще как бы, ничего не сказал интересного. По-моему, если ты пишешь, ты можешь писать такие интересные штуки, типа, ты можешь писать, допустим, to do и писать текст, если я правильно помню. И тогда тебе наши рельсы поймут, что они хотят. Ты хочешь такой заскоупнутый, они ни хера не поймут. Ну, ни хера с ним. Никому что-то не понимает. Вот. Хорошо. В принципе, с фонтеком довольно все просто. Он просто сделан для того, чтобы генерить отличные формочки по подобию HTML, поставлять там ID name, какие-то поля, все такое. Там есть какие-то различные опции, типа, типа, класса можно на него навесить. короче, вам все еще... Некоторые фигурные пишутся. Вот, куда-то, например, класс пишешь, все дела. Какие? У меня какие-то автоматические комбинариялись. То есть, такие вот ты говоришь? Например, у меня тут data, потом фигурные слова открываются, confirm, еще... Ну, правильно, потому что, как бы, это data confirm, так ты говоришь? Да, такая. Вот. Все просто. Я не уверен, почему будет ли на этом элементе, это все. Вот, это, ну, то есть, если ты хочешь какую-то HTML5 совместимую штуку, то есть, это обычно, типа, data-confirm, да, вот, то, видишь, что она нагенерила? Она нагенерила тебе data-confirm. Ну, грубо говоря, ты говоришь, что мы дадёшь ему хэш, data, дальше и так далее, то есть, data-tire, это, что мы, опять совместимые data-атрибуты, которые могут использоваться для таких штук. Вот. Не уверен, сработают какие-нибудь другие штуки? Может быть, сработает, типа, ABC, там, D, 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 FIGURNOSCOPEX STYLE написано. Видишь, вот такие вот, видишь, data, оно работает вот так вот, да? Data-confirm. А вот ABC, что-то там, оно работает уже какой-то такой дебильный образом, на ту стиль не делали. Вот, data, это, типа, так принято в лицах, чтобы писать data-атрибуты красиво. Смотри, я бы ты писал style возле без фигурных скобы, и вся работала. Всё правильно, то есть, смотри, DATA сделана специально, а вообще, style может быть так вот. То есть, аргументы эти штук просто переводит в строке, кроме DATA. DATA, просто чтобы ты мог сделать, типа, DATA-CONFIRM, потом там DATA-ID, допустим, какой-нибудь там, 123, и дать тебе сразу два атрибута. Типа, видишь, DATA-ID, DATA-CONFIRM. Ну, круто. Типа, чтобы дальше два раза дату не повторять, ты сразу, то есть, ты так же, ты с таким же успехом, как это делали раньше, мог написать DATA-CONFIRM, там HASH-OCKET, ну, не очень круто. DATA-ID, вот. Это такой, типа, синтетический сахар. А, на чертах, пробу, не знаю, кто это копировал, похоже. Спайл помещается, скопировал, вообще, полностью, что-то неудобно. Ну, я не знаю, что-то человек, что-то человек, который это копировал, пьет или употребляет, то есть, ну, это можно отдельно. Вот, ладно, давайте разберемся с другой интересной штукой. Я тут немножко документил, вот, есть такая штука, form4, да, она обычно вызывает очень много интересных вопросов, особенно новичков. Кто-нибудь не откажется вообще сделать form4? form4, да, form4. Что вообще? Он создает форм, это все правильно, но massformtags дает форм. Вот. Что? Зачем, зачем, зачем нужен form4? Там почти писать ничего не нормально. form4 нужен, чтобы ничего не писать. Ну, клево. Вот. На самом деле, form4, он сделан для нескольких вещей. Первая штука. form4, вам по дефолту возьмет ваш to-do, да, он такой, типа, умненький, возьмет ваш to-do, посмотрит, что, ага, to-do, у вас класса to-do, значит, когда еще ваш рот, который будете насылать, то есть, ваш формул, этот to-do, причем, там даже прикольнее, да, смотрите, сейчас он говорит, что ваш action to-do's, да, вот, но если вы возьмете, какой мы сделаете, э, что случилось, пацаны? Э, ну, где мои эти ссылочки? Все сломалось. А что, я все сломал, да? Что случилось? Почему так стало все страшно? Ну? Мне кажется, там какой-то, а, там есть какой-то очень длинный текст здесь, да? Я понял, где ссылочки. Вы поняли, где ссылочки, да? Ну, почему ссылки? Не видно, они вон там. Это вот мы тогда отправляли форумы с тремя тысячами. Надо найти ее. Вот она. Возьмите. Да. R, responsive design. Окей. Става лучше. Вот. Чем-то я, Смотрите, если вы, наверное, здесь edit, да, то ваш форм-фор поймет, что как бы вы сейчас редактируете запись, а не удаляете, поэтому ваш road будет to do slash 1. Вот. То есть, грубо говоря, он такой, типа, умненький, понимает, что раз, если у вас новый объект, значит, вам нужно посылать на создание объекта, на если у вас там объект существующий, то вы скорее хотите будет редактировать. Ну, не show, update. Update action. Вот. Это вот сразу первую строчку берем. Вот. Теперь смотрите. To do do f, да, do, то есть форм-фор, он принимает блок и придет туда параметр f. f это такая штука, которая, в принципе, является таким, если правильно так ее как-то обозначить, каким-то таким скопом для ваших дальнейших форм, ну, для ваших инпутов, да, вы на ней уже будете вызывать ваш текст филд и чекбокс и таким образом она будет понимать, что, ага, у меня есть объект to do, да, с таким-то классом, вы хотите у него вызвать текст филд с текстом, поэтому я пойду и сгенерию вам такой вот input, который уже будет с copy to do, потому что это название класса, вот, с текстом, потому что это поле, которое хотите здесь тратировать, да, при этом, что я сделаю, я посмотрю его value и поставлю его сюда, я скажу, что вот у меня есть value, ну, что это сразу, то есть вы редактируете, сразу value поставляете, потому что текст филд, текст филд тек, он вам value поставлял только по вторым аргументам, надо уже выпринимать аргумент, вот, и все, вот, при этом, если вы возьмете какую-нибудь херню, здесь вы понятие, типа там, пустой текст, ладно, давайте мы добавим, мы еще про гуляции рассказывали, да, рассказывали, точно рассказывали? ну, должны были там, validate, текст, presence, true, вот, при этом, как бы, validate, может validate, совсем не забываю, а, да, правильно, вот, при этом, как бы, он вам может еще аккуратненько навесить на вашу форму, какой-то classic, в нашем случае, он там еще навешивается здесь, да? там он errors, все, есть только errors, почему он так красиво, нет, он на field навешал, сейчас, тихонечко, field, а почему тут field, тварище чудеса творятся здесь, смотрите, а, все, я понял, нет, не понял, нифига, так, ваши ставки, откуда взялся field, визеры, ну, то есть, видите, тут есть div, как новый класс, а, все, короче, все хорошо, все нормально, он получается вам, то есть, грубо говоря, когда вы, это текстфилд, да, если у вас вся ошибка валидации, то он его оборачивает в такой div, по дефолту, видите, то есть, грубо говоря, вот ваш field, вот здесь, вот он, вот, он оборачивает вам в такой красивенький класс, скорее всего, если это допилено, в каком-то месте, обычно это делать не должен, вот, и типа, так еще подстречивать, красиво, вот, вот, то есть, формход делает очень много интересного, при этом, как бы, ну, submit action работает, выглядит у вас вот так, я даже скажу больше, если вы, то есть, у вас еще есть разные здесь, label, так называемые, label, вот, но если вы хотите ваш какой-нибудь там, штуку интерналитизации, вот, и скажете, что типа, аля, что это говорит, active, сейчас, вот так вот, ну, сайт, это файлик интернализации, где можно какие-то там переводы сделать, Так, что у нас есть Models, у нас есть Attributes У нас есть ToDo У нас есть текст И мы скажем, что это не текст Это строка Типа всех обманули Вот, по-моему после перезагрузки Сработает, потому что что-то все так поменялось Он прямо вам здесь Скажет, что у вас тут не текст А строка Он знает, где ваши Брать такие интернационализации То есть понимает, что русского это была своя штука И назовет ее строка То есть в принципе он делает три вещи Это первое, это все красиво генерит Знает, куда ходить Поставляет значения, уже больше Четыре Ну и все такое Окей Поняли? Теперь разницу между форм тегом И форм фор Вот При этом как бы форм фор Не всегда нужно нарезать на самом деле То есть его обычно нарезают Так, типа очень быстренько что-нибудь накидать Вообще еще есть разные штуки Такие есть Такая генерия называется Simple form for То есть если вот форм фор Тип простой То simple форм вообще простой То есть там вообще писать не надо Ничего, просто То есть ты говоришь Чуваки, у меня есть форма У меня есть input Там прям вот так Вот так вот прям Все То есть он тебе там генерит вообще всего Там прям всего хотя Если что, много Вот Все даже у нас есть Причем они довольно совместимы То есть если вот здесь Вот вы генерите вот так То вот если мы сейчас возьмем gamefile Simple form for Или simple form И напишите здесь Simple form for Все нахрен Долите Надо все это писать Мы слишком ленивые для этого Пишите вот так И пишите Input Text Input Чингбокс Ну вы же понимаете Что ребята на рубист Очень ленивые люди Да Вот То На edit у вас будет Ну то есть Не так хорошо как выглядел Как выглядел на этом Вот Но в принципе он вам нагенерил Ваши Все ваши Лейблы Нагенерил ваши штуки Если у вас будет какая-то штука В валидации То он по-моему даже А он повесит вам HTML5 через валидацию И далее То есть в принципе Ну вот То есть По-моему красота Вот Что проще сделать Я уже не знаю Сейчас говоря Может здесь есть Супер simple form for Наверное просто пишешь Говоришь Все хочу И он тебе прям Все рендерит Вот Ну Такое самое простое Вот Это касается форм билдера У вас есть вопросы По форм билдерам Потому что у нас осталось 12% Сколько стало Законцентра занятия 12% Привет Я просто сейчас поговорю Про линкту Потому что здесь просили У меня еще есть вопрос У меня еще есть Спросили Селект боксы Селект теги Но я просто не успею Вложиться в 12 минут Окей Какой раз я был По линкту Я спрашиваю Да Почему Какой раз я был по линкту Сейчас в принципе Что-то вам Отделить Все что хочешь Вот На самом деле В принципе Вот я Понимаю Документацию Да То есть Грубо говоря Линкту Это обычный хаупер Который Я помню Как это вам на занятии По чему По патридно Объяснял Почему вам нужны Линкту И почему вам нужны Юрева Потому что Если вы пишете Там просто все время Пишете Свое что-то Дус И потом поменяли То это не вызывает ошибку Это не падает Да Вот В ютубе То есть Принемайся Две-три вещи Точнее Там у него есть Разные синтексы На самом деле Вот Он обычно Принимает в себя Имя Очень такой Странный Линкту Не советский Вот Этот хороший Этот я знаю Вот Грубо говоря Он принимает в себя Боди Юрел И опции Которые Будут Споставаться Для этого Обычно Вот Опции Вот здесь Это дата То, что ты уже видел Дата Что-нибудь Data Confirm Remote True Это для запросов Confirm Это data Атрибут Desirable Выс Какая-то херня О, прикольно С ней даже не знал Вот Ну вот такие вот Соответственно Вот То есть Грубо говоря Тут передаешь Что-то имя И И какой-то Юрел Вот Так что ты можешь Передавать В link to блоки Тогда ты только В него передаешь Какое-то имя Да Чуть-чуть Суберечится Где? Чуть-чуть Суберечится А, да Самый базовый пример Это вот так Вот link to Да Имя Юрел Он довольно умный И если ты передаешь У него не юрел А какой-то объект Вот Тогда он Берет у него класс Генерирует по нему Роуд Делает все то же самое Делает в form4 В принципе Вот Так же У него может Передать такие вот Странные штуки Типа там Контроллер Экшен Что-то там Это иногда работает Что-то поменяешь Ну да Реально не круто Потому что Лучше все равно Использовать Profile Path Вот Я не фанат такой штуки Обычно Это не best practice Вот Опять же Profile Path Понятно Это Ладно Это Из Бэда Зен Вот Также На него можно Передавать Блок Вот Блок Можно Таким образом То, что у тебя будет В ссылке внутри Это будет Типа 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 Честно Это будет Тебя путем Грубо говоря Это будет Твой путь А контент Который будет Держаться Будет Вот так Сделан А ну вот Видите Написано Вот Вот же Дезитат Сделал себе Путь А вот Это вот Strong Это все внутри Впекло в себя Ну как бы Вот и все На самом деле Вот вся ссылка Как делать Ссылку кнопкой Я много читал Ссылку Кнопкой Да Точно Чтобы ты нажимал Кнопку И всякотно Оп Переходило Конечно Просто завернуть Ну Что с этим Сделай Ну просто Ты просто Сделаешь Ссылку Большая Широкая Синяя Там Нужно Нормально Это нормально Ссылку Кнопки Сделай Ссылку Кнопки Если там Впихнуть В ссылку Кнопку Link Тег Кнопки То В каком-то Интернет Эксплор Не будет Работать Если я правильно Помню На Бутстрапе Там По-моему Даже эти ссылки А не кнопки Нет Ну вот Грубо говоря Вот это же Она что Это же ссылка Ну да Видишь Это кнопка Это кнопка Да Но это ссылка Это класс Баттн 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 Онлайн Баттн Лаш Грубо Это кнопка Все хорошо Все четко Поэтому Ну вот Тут просто Интересно Как сделать Кнопку Ссылкой Вот Обычно Другой Просто Ит Вот Но Там Формула Которые Делают Get Запрос Вот Еще Такая штука Называется Баттн Ту Ты говорил Про него Да Баттн Ту Очень странная Херня На самом деле Все время Все время Знаю Вот В общем Она по-моему Генерирует Себе Форму То есть Баттн Ту Там Нью Акшн Нью Да Она Генерирует Себе Такую Типа Тай Баттн Все правильно Хардкоро Но генерирует Еще форму Которая Как бы Сабмитит Вот С классом Ну Очень странная Херня На самом деле Я Никогда Не использовал Вот Ну Потому что Для меня Как-то Ссылка И ссылка Форма А тут Какая-то Ссылка Которая Делает Видишь Она Форма Ну Вот Сделано Для того Чтобы Типа Люди Пытались Сделать Не делали С СС А делали Что-то Такое У нас Осталось 7% Поэтому Линг-ту Линг-ту И все Баттн Ту Тебе Скорее Никогда Не понадобится Скорее Все Точно Ты Просто Можешь Сам Это Сделать Можно Например Третий Пример Сегодня Читал Это Вообще Расшифровывается А вот Баттн Ту Вот На самом деле Сейчас Я вообще Думал Как это Другое Работает Ну Грубо говоря Все Расшифровывается Просто То есть Ты говоришь Ну это Какой-то Странный Синдекс Почему-то Ты говоришь Что у меня Есть Юзер Это У него Есть Такой Метод Он Тебе Создает Такой Вот Юзер С ваш Один Об этом Метод Май Хайпи Вот Обычно Таких Штуков Используют Для Скоупов То есть Когда Такую штуку Да Вот Может Так Вот Он Тебе Создаст Не Ролд Не Своё Что-то Ду А Своё А Дмин Своё Что-то Ду Там Вот То есть Ну вот Здесь Почему-то Странный Синдекс Ну вообще Я уверен Эта штука Будет Скоро Депликейт Мне кажется Очень Бесполезно Нет Просто Не Используй Лиг Твуд Потому что Тебе Нужно Обычно Что Какие-нибудь У меня осталось 7% Я скорее всего После стопа Стопнусь И так далее Сказал У нас уже Обновленная программа В принципе Вам осталось Послушать Про Дослушать Дайте Про хелпера Который Я сегодня Недельно рассказал Про Ассеты Про Мейлеры Ещё раз Вместе Всем походить Задеплодить Это дело На ВПС Поиграть В Пушкин Контест И выйти По настоящей Рубист Своим чувством Своим